Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы сегодня читаем первую главу второй книги Маковеев. Я читаю небольшой отрывок, потом даю толкование. Итак, братьям иудеям в Египте радоваться, братья иудеи в Иерусалиме и во всей стране иудейской желают счастливого мира. Это начало книги и начало послания, которое отправляют иудеи из Иерусалима своим соверующим, которые живут в Египте. После завоевания Александра Македонского был построен город, который называется Александрия, и достаточно большая часть иудеев начала туда переселяться. Да и не только в саму Александрию, но и в весь Египет. Тем более, евреи жили уже в Египте еще до Александра Македонского. Что здесь интересно? Обращение и приветствие. Здесь звучит слово «радоваться» и «пожелание счастливого мира». Вот это обращение «радоваться» – это стандартное греческое приветствие, которое звучит, например, даже в приветствии, которое произносит Архангел Гавриил Пресвятой Богородицы. Радуйся, да? И также здесь звучит чисто иудейское обращение «пожелание счастливого мира». Мир по-еврейски «шалем». И, соответственно, здесь два приветствия. Обратите внимание, что приветствие иудеям в Египте, которые говорили по-гречески. И, соответственно, греческое обращение. От кого? От евреев, которые жили в Палестине и, соответственно, говорили на еврейском языке. Еврейское пожелание. Читаем дальше. «Да благодетельствует вам Бог, и да помянет заветство с верными рабами своими Авраамом, Исааком и Аковом. Да даст всем вам сердце, чтобы чтить его, исполнять волю его всесердцем и усердную душою. Да откроет сердце ваше для закона его и повелений, и дарует мир. Да услышит моления ваши, и да будет милости к вам, и да не оставит вас во время бедствия. Так ныне здесь мы молимся о вас». Здесь идет приветствие и пожелание. Пускай Бог даст вам блага и вспомнит завет с верными своими Авраамом, Исааком и Аковом. Что за завет? Это тот договор, тот союз, который заключил Бог с Авраамом и его потомками. Бог обещал, или, точнее сказать, взял на себя обязательство заботиться о потомках Авраама. И вот здесь такое пожелание, пускай Бог вспомнит свое обещание. Далее говорится о том, что даст вам всем сердцем чтить его. Для нас сердце это орган скорее эмоций. Мы говорим, я люблю там от всего сердца, я от всего сердца тебе там что-то дарю. Но в Библии сердце это скорее орган разума, а точнее сердце это центр человека. И когда идет пожелание, вот это чтите Бога всем сердцем, то есть вот всей своей сущностью почитайте Бога. Далее исполнять волю всем сердцем и усердную душою. Про исполнение воли это про исполнение, конечно, его заповеди, потому что заповеди есть выражение воли Божьей. Все и усердную душою. Здесь, конечно, можно поразмышлять, что подразумевается под словом душа. Если рассматривать чисто ветхозаветно, душа это скорее жизнь. И тогда понятно, что здесь перекличка с тем текстом, который находится в книге «Второзаконие» и в традицию вошел под названием «Шма, Исраиль, слушай, Израиль» и далее «И люби Господа Бога твое всем сердцем и всею душою твое». Сердце это как центр человека, душа это как жизнь человека. Но можно, конечно, уже рассматривать и как традицию межзаветную, и тогда душа это та часть человека, которая продолжает жить после его смерти. Да, откроет сердце ваше для закона его, того закона, который даровал Господь на горе Синай. Человек должен исполнять закон, исполнять Божьи повеления и также пожелание мира. Этот мир имеется в виду, мир между людьми и между Богом. В пятом стихе автор или автор послания говорит о том, чтобы Господь услышал молитву иудеев Египта, чтобы дал им свою милость и не оставил их в гонениях. О каких гонениях идет речь непонятно, но, скорее всего, речь идет не о каких-то масштабных гонениях, а о тех гонениях, с которыми иудеи сталкивались каждый день. Иудеи со своей верой, со своими обычаями, со своими законами, со своим отсутствием идолов, с нежеланием признавать других богов и вот с этой дистанцией с язычниками, конечно же, отторгались тем языческим обществом, и вот такие маленькие гонения, они были все время. Ну и в шестом стихе авторы послания говорят, что они молятся о евреях Египта. Хорошо. Дальше. В царстве Дмитрия в 169 году мы иудеи писали к вам в скорби и страданиях, постигших нас в те годы, как отложился Иосон и соумышленник его от святой земли и царствия. Они сожгли ворота и пролили невинную кровь. Тогда мы молились Господу и были услышаны, и приносили жертвы, и семидал, и выжигали светильники, и предлагали хлебы. И ныне совершается праздник Кущей в месяц Хаслев. Значит, что за Дмитрий? Это один из правителей Сирийского царства. Здесь упомянут 169 год, это 124 год до Рождества Христова. И вспоминается событие, которое более подробно рассказывается в Первой Маковейской. И здесь рассказывается о Ясоне, который попытался за деньги получить место первого священника. Все это привело к большим проблемам, и кончилось это тем, что сожгли ворота. Это ворота Иерусалимского храма, невинная кровь, это кровь иудеев. И рассказывается о том, как эта проблема была решена, молились Господу, приносили жертву, и семидал. Семидал – это очень тонко перемолотая мука, из которой пекли специальные хлеба. Эти хлеба использовали в жертвоприношениях. Вот, выжигали светильники, имеется в виду, скорее всего, светильники в храме. Они предлагали хлеба, а эти хлеба – это, видимо, те хлеба – предложения, которые лежали в Иерусалимском храме, в освятилище. И вот здесь описывается то, как Господь избавил иудеев. И в девятом стихе говорится о том, чтобы иудеи ныне совершайте праздник Кущей, месяц Хаслев. Вот здесь это интересно. О каком празднике Кущей в этом месяце идет речь? Вообще-то, праздник Кущей совершается в месяц Тишри. Этот месяц – это осень. Это праздник, который описан в пяти книжах. И, конечно, он не совершается в другой месяц. И, видимо, здесь речь идет о празднике, который называется Ханука. Ханука – это праздник, который установили иудеи в память об очищении храма после того, как он был осквернен Антиохом Епифаном в 160-е годы до Рождества Христова. И вот здесь призывается исполнять или совершать этот праздник. Значит, праздник уже совершается, то есть это не первый призыв, потому что здесь другая дата. Праздник уже совершался, но теперь его должны совершать по всему миру, где живут иудеи. И вот это письмо – как раз призыв к этому празднику. Почему он назван праздником Кущей? Потому что, возможно, какие-то элементы праздника Кущей перешли на праздник Хануки или праздник очищения. Хорошо. На этом заканчивается первое письмо и начинается второе. В 188 году живший в Иерусалиме иудеи старейшина Иуда арестовал учителю царя Аптолемея, происходящая из рода помазанных священников и пребывающих в Египте, иудеям радоваться и здравствовать. Здесь снова обращение к евреям, которые жили в Египте. И вот, пожалуй, одна из загадочных фигур, которая здесь упомянута – это некий Ареставул или Арестабул. Он назван учителем царя Аптолемея, и при этом он происходит из рода священников и при этом учит Аптолемея. Кто этот Ареставул, не очень понятно, потому что есть разные предположения, но вот среди учителей царя Аптолемея, а их было много, и нам, кстати, тоже вопрос, о каком царе идет речь. И вот среди этих царей не было человека, которого звали Ареставул, который был бы действительно учителем царя. Однако есть несколько человек, и даже там называют конкретного человека, который, возможно, был, к которому идет речь про Ареставул. Действительно, был такой писатель. Он был, правда, язычником, и он написал очень интересное произведение, в котором дал аллегорическое толкование пятикнижия. Но это, возможно, это было, о нем идет речь. А возможно, что был действительно какой-то человек, который учил во времена царя Аптолемея, его звали Ареставул, он происходил священческого рода, но сведений до нас не дошло. Итак, продолжаем. Избавленный Богом от великих опасностей, мы торжественно благодарим его, как бы сражавшиеся против царя, так как он и знал ополчившийся на Святой Град, ибо когда царь пошел в Персию, и с ним войско, которое оказалось непобедимым, они поражены были в храме на ней через обман, употребляемый жрецами на ней. Что интересно, о каком событии здесь идет речь? Это как раз речь идет о событиях, которые произошли, естественно, раньше написания этого письма, и, скорее всего, речь идет о царь, ну, здесь упомянут царь, это царь Антиох Епифан, который насильственно вводил греческие обычаи и греческую веру. Эта опасность прошла, потому что царь умер, и авторы письма благодарят Бога, который, вот у нас передо мной, как бы сражавшийся против царя, но скорее надо понять так, как будто он вместе с нами сражался против этого царя. Или еще один вариант, как будто он сражался против царя, а не мы. Но, скорее всего, правильно понять в первом значении, как будто Бог был военачальником и помогал евреям победить, как будто он шел вместе с ними. Об этом там понятно, потому что он и знал о получившихся на Святой Град. Святой Град, конечно, Иерусалим. Значит, здесь далее говорится о том, как этот царь, он не назван здесь по имени, пошел в Персию и был поражен в храме Нанеи. Что это за храм Нанеи, вот конкретно географически идут споры, где это происходило, но Нанеи это, скорее всего, либо Иштар, либо богиня, близкая к Иштар, и та богиня, которую греки считали либо Афродитой, либо Артемидой, ну а римляне Дианой, либо Венерой. Немного забегу вперед, просто укажу, что та история, которая здесь рассказана, она похожа на эту историю, приписывается разным царям, но не приписывается вот тому Антиоху Епифану, о котором, скорее всего, идет речь. Итак, именно тогда Антиох, как бы намереваясь сочетаться с ней, пришел на то место, а бывшие с ним друзья пришли взять деньги, как приданные. И жильцы Нанеи предложили их, и Антиох с немногими вошел во внутренность храма, тогда же они заключили храм, как только вошел Антиох, и, отворив потаенное отверстие в своде, стали бросать камни, и поразили предводители, и бывшие с ним, и рассекшие на части отруби в голову, выбросили их находящимся снаружи. Во всем благословен Бог наш, предавший нечестивцев. Что это за история? Ну, я уже говорил о том, что подтверждения этой истории с Антиохом Епифаном нету, и похожие сюжеты приписываются разным другим царям. Ну вот, давайте разберемся с тем, что здесь написано. Итак, этот царь отправляется в языческий храм и собирается вступить в священный символический брак с этой богиней. Соответственно, сокровище этого храма – это своего рода приданное этой богине, и Антиох вместе со своими слугами собирается их забрать, как приданное. Вот, и понятно, что весь этот поход, весь этот брак имеет одну причину – собрать деньги. Действительно, у Антиоха Епифана были проблемы с деньгами, которые были нужны на войну. И жрецы этого храма, догадавшись, чем все это закончится, они заманивают царя в этот храм, закрывают этот храм, и начинают просто бросать сверху камни на царя и его слуг. Они его убивают, рассекают и выбрасывают. Ну и автор письма благодарит бога, который наказал нечестица. А действительно, царь, царь Антиох, был действительно нечестивым царем, потому что он запрещал иудеям поклоняться истинному богу и вводил греческие языческие обычаи. Хорошо, читаем дальше. Итак, намереваясь, 25-й день Хаслева, праздновать течение храма, мы почтенужным известить вам, чтобы и вы совершали праздник ущей огня, подобно тому, как Неймия построил храм и жертвенник принес жертву. Давайте здесь разбираться. Здесь снова возвращается к храму Хануки. Здесь у нас он назван еще раз праздник ущей. И добавлено, что он праздник огня. Значит, почему этот праздник называется праздником огня? Если обратиться к первой книге Маковеев, то там станет известно следующее. Евреи захватили Иерусалим храм, очистили его от языческой мерзости, и надо было приносить жертвы. Но чтобы приносить жертвы, нужно запустить было все богослужение. И одним из элементов богослужения было горение огня на специальном светильнике. Мы его называем семисвечник, но это правильнее, семилампадник. И вот нужно было залить масло и зажечь эти лампады. Но чтобы залить масло, нужно специальное масло. И процесс приготовления этого масла занимал 8 дней. Естественно, евреи хотели как можно быстрее начать богослужение, но не было масла. Потом нашли небольшой кувшинчик, где он был запечатан печатью специальной, показывающей, что это масло сохранилось еще с того времени, когда храм был еще не осквернен. И вот, но это был один кувшинчик, его хватило бы на сутки. Что решили сделать евреи? Они решили залить масло в лампады, поджечь и что будет, то будет. И вот они так сделали и тут же начали готовить следующую порцию масла. Тот светильник, который был заправлен суточной порцией масла, горел 8 дней. В воспоминании этого события было установлено празднование Хануки, праздника огня. И он продолжался как раз 8 дней. Так же, как и праздник кущи, который тоже совершали в течение 8 дней. Но праздник кущи это осенний праздник, а праздник Хануки это зимний праздник. Вот, дальше, что интересно, упомянут Неемия, который построил храм и жертвенник принес жертву. Но, если мы обратимся к книге Ездра и книге Неемии, то мы увидим, что на самом деле было не совсем так. Где-то между 539 и 537 годом до Рождества Христова евреи возвращаются из Вавилонского плена. Царь персов Кир издает указ, который позволил евреям вернуться. Они возвращаются руководить, руководит ими человек по имени Зарававель. Скорее всего, у него есть еще и второе имя, Шешбацар. Но чаще всего упоминают как Зарававель. Он приходит, евреи строят жертвенник. Начинают на них приносить жертвы. И строительство замирает. Через какое-то время строительство возобновляется, и храм окончательно будет построен в 515 году. Где-то вот в этот промежуток. Храм был построен, и его строили под руководством Зарававеля и первосвященника Иисуса. Мемия приходит вот в Иудею уже после этих событий. Пройдет лет где-то 70. Он приходит где-то в середине 5 века. Там разные цифры называют. Ну, где-то так, условно, середина 5 века. Что он делает? Он делает следующее. Он не храм строит, он восстанавливает стены вокруг Иерусалима. И вот не совсем понятно, почему Мемия назван строителем храма и жертвенника. Есть два объяснения этому. Первое объяснение. Ну, Мемия в иудейском предании ко времени написания вот этой второй маковейской книги стал настолько важной фигурой, что ему было приписано вот это действие по строительству храма и жертвенника. Ну, и тогда можно предположить, что, знаете, как... Ну, вот окончательно Иерусалим, как город, в котором есть храм, был завершен, вот не имея. Ну, и как бы ему приписывается вот строительство храма, как завершение строительства храма. Это первое объяснение. Есть еще одно такое достаточно оригинальное объяснение, что имя Зарававель – это имя Вавилонское. А у Зарававеля было еще одно имя, кроме, там, если Шишбацар – это тоже Зарававель, еще одно имя. У него было не имея. И, то есть, здесь речь идет о не том не имея, который построил стены Иерусалима, а Зарававеле. И вот тогда все понятно становится. Построил храм, жертвенник и принес там жертву. Итак, «Ибо когда отцы наши отведены были в Персию, тогда благочестивые священники, взяв огня жертвенника тайно, укрыли его в глубине колодезя, имеющей безводное дно, и в нем безопасно схоронили его, так как никому неизвестно было, где это место. Значит, по прошедшему многих лет, когда угодно было Богу, не имея присланного персидского царя, послал за сим огнем потомков тех священников, которые скрыли его. Когда же объявили нам, то не нашли огня, а только густую воду. И тогда он приказал их, почерпнув, принести ее, и тогда потом приготовлены были жертвы, не имея приказал священникам пропить этой водой дрова и положи на них. Тогда же было это сделано, наступило время, когда просеяло солнце и прежде закрыто облаками. Тогда воспламенился большой огонь, так что все удивились. Священники же доколе горел жертвы, совершали молитву священники, и все Иоаннафан начинал, а прочие припевали, как и Неемия, молитв же таковая. Ну, давайте здесь разберемся. Значит, естественно, конечно, евреи не уводились в Персию, но так как книга писалась-то во втором веке до Рождества Христова, а та территория, на которой жили евреи во время Вейлонского плена, входила в персидскую державу, то понятно, что эту территорию тоже называли Персией. Ну, просто можно там сравнить, например, если взять историю славян, то считается, что славяне пришли вот на ту территорию, на которой мы сейчас живем, где-то там в пятом-седьмом веке после Рождества Христова. Но понятно, что на этой территории когда-то, там за столетия, жили другие народы. Ну, мы говорим, территория России, хотя России тогда еще и не было. Вот, поэтому понятно, почему Персия. Далее, благочестивые священники взяли огня жертвенника и его прячут в безводный колодец. Что это за огонь и почему такие манипуляции? Вообще, откуда взялся вот этот огонь, который горел на жертвеннике в Иерусалимском храме? Ну, и, соответственно, раньше он горел в Скинии. Когда Скиния была построена, когда она была помазана, загорелся огонь на жертвеннике, и этот огонь на этом огне сгоралась жертвой. И этот огонь сохранялся там из поколения в поколение. И вот этот огонь взяли и его спрятали. Его спрятали, и он как будто там оставался. А дальше начинается, конечно, очень интересная история, потому что приходит Неемия. Ну, он приходит от персидского царя. Если это тот Неемия, который описан в книге Неемии, то это где-то середина V века, о чем я уже говорил, царь Артаксеркс. Скорее всего, это Артаксеркс Лангиман. Но вот он приходит, и этот Неемия восстанавливает жертвоприношения. Но жертвоприношения были восстановлены, еще презоровали. Вот, если придерживаться такого толкования, что здесь Неемия, это Зарававель, то понятно, что персидский царь, от которого пришел наш герой, то он пришел от царя Кира Великого, Кира Первого. Вот. И тогда он действительно тоже восстановил жертвоприношения. Вместе с ним приходят священники. И от разрушения храма до возвращения евреев на свое место проходит, ну, приблизительно 50 лет. Там, евреев угнали в 586 году, вернулись они где-то в 538-37 году. Ну, то есть, приблизительно 50 лет. И они начинают искать этот огонь, но в том месте, где спрятали этот огонь, огня нету, а есть какая-то вода. Об этой воде будет сказано позже. И обратите внимание, что эта вода называна густой водой. Ну, что это такое, что хотели передать автор, когда говорили про густую воду. Скорее всего, эта вода похожая на масло. И вот находят эту густую воду, и что с ней делать? Решают полить, полить жертвенник, полить жертвы этой водой. В это время проступает солнце, закрытое облаками, и начинает все это гореть. Вот эта вода, которую возлили на жертвенке, она начинает гореть. Отчасти эта история чем-то напоминает историю, которая произошла с пророком Ильею, который поливал жертвенник водой, и она запылала. Но это не та вода, которую использовал Илья, это немножко другая. Но о ней будет сказано дальше. Вот. Дальше поется молитва. Здесь упомянутый Анафан. Речь идет о первосвященнике или руководителе хора? Скорее всего, речь идет о руководителе хора, потому что первосвященник не руководил хором, он занимался своими делами, а был руководителем хора, который начинал, а прочие припевали. Это не что иное, как антифонное пение у нас. Поется один стих, потом этот стих повторяется, либо поет один человек, а потом поет много. Вот. И также читали молитву. Господи, Господи, Боже, создатель всех, страшный и сильный, и праведный, и милости, видный царь и благодетель. Здесь обращение во всех рукописях, Господи, Господи, удвоенное. И подобное обращение есть в версиях Псалтири. Он называется создатель, страшный. Почему? Потому что человек, встречающийся с Богом, не может не испытывать трепет, не испытывать страх. Господь сильный. Здесь, естественно, греческое слово используется, но вот само понятие, что Бог сильный, это идея, которая встречается в Ветхом Завете. Сильный Бог, он сильнее всех, сильнее всех языческих царей, языческих народов и языческих богов. Он праведный, то есть все, что делает Бог, все правильно. В то же время он милостивый, он единственный царь для земли и конкретно для Израиля, и он тот, кто дает всякие блага. Далее, 25 стих говорит о том, что он единый податель всего, единый, праведный, всемогущий и вечный, избавляющий Израиля от всякого зла, избравший отцов и осветивший их. Давайте здесь разберемся. Вот слово податель. Там в греческом тексте используется слово, которое можно перевести, руководитель хоровода. Но в данном случае имеется в виду не дирижер, а тот человек, который командует и заботится о вот этом хоре или хороводе. Далее, говорит, он называется единый, праведный, всемогущий. Вот слово всемогущий в греческом тексте это пантократор. Чаще всего мы переводим слово пантократор как вседержитель, но здесь переведено как всемогущий. На вот этом слове многие ломаются. Раз бог всемогущий, значит, он может сделать все. Ну и как бы тогда задается вопрос, а может ли бог создать камень, который сам не подымет? Может ли бог сделать так, чтобы его не было? Или может бог поменяться с дьяволом местами? Ну или там, можно ли создать щиты, которые не пробьют никакие копии, и копии, которые пробьют любые щиты? Ну вот такие несколько абсурдные вопросы. Однако, если мы говорим, что бог вседержитель, это означает, что он все держит в своей власти, что ничего в этом мире не происходит без его воли. Ну, он назван вечный, то есть не имеющий ни начала, ни конца. Это тот, кто избавляет, спасает Израиль от всякого зла, который избрал отцов, то есть предков еврейского народа, и осветил их. Что значит осветил? Это значит отделил от других народов. Далее просится, «Прини жертву сию за весь народ твой Израиль, и сохрани сей удел твой, и освети его. Собери рассеяние наш, освободи порабощенных язычниками, презри на униженных и презренных, и допознают язычники, что ты бог наш, по краю гнетающих, обижающих нас надмением. Насади народ твой на святом месте твое, как сказал Моисей». Ну, здесь сложности нету. Просится о принятии жертвы, потому что Бог может не принять жертву, потому что жертва принесена либо плохая, то есть она не соответствует тем стандартам, которые прописаны в законе Божьем, либо она принесена, об этом уже мы можем говорить в это время, с недостойным сердцем. Значит, Израиль назван народом Божьим, уделом его, и просится, чтобы Бог осветил его. Значит, здесь, ну, можно сказать, перекличка или обращение к тексту, который находится в 19 главе книги «Исход». Бог обещает Израилю сделать его своим уделом, своим народом и народом святым. Здесь вот просится, сделай нас своим уделом, сделай нас своим народом, и освети, то есть отдели от остальных народов. Далее говорится про рассеяние. Что за рассеяние? После ассирийского нашествия, которое было в 722 году, евреи стали рассеиваться по всей земле. Кто-то рассеялся, кто-то перемешался с язычниками, и какие-то части еврейского народа исчезли, перемешавшись с язычниками. Особенно рассеяние усилилось после Вавилонского плена, и евреи были разбросаны по всей земле. И вот молятся о том, чтобы Бог собрал евреев в одно место. Эта идея звучит в книгах Ветхого Завета, когда Бог соберет всех евреев в одно место, он даст им царя, и этот царь будет мессией, и будет их управлять. И вот эта просьба собрать рассеянных. Дальше просится о защите, о поражении. И образ такой насади, то есть как бы посей вот в этой святой земле, на святом месте там, посей на земле, чтобы евреи там росли и процветали. Здесь не идет, конечно, разговор о смерти, скорее вот как саженцы будут сидеть и расти. 30 стих, и давайте дочитаем до конца главы. Священников испевали при всем торжественные песни. Когда же жертва была сожжена, Неемия приказал оставшейся водой упалить большие камни. Как только это было исполнено, вспыхнуло пламя, но от света, высвежавшего от жертвы, оно исчезло. Когда это событие сделалось известно, им днесено было царю перцев, то в том месте, где переселенные священники скрыли огонь, оказалась вода, которую Неемии, бывшие с ним осветили жертвы. Царь по исследованию дела оградил это место как священное. И тем, кому царь благоволил, он раздал много даров, которые сам получал. Бывшие с Неемии прозвали это место Нефтар, что значит чищение. Многие же называли Оно Нефтай. Здесь рассказывается вот про ту самую воду, которую достали из этого глубокого колодца. Часть воды вылили, вылили на жертвенника, и он там начал гореть. Часть вылили на камни, они на камнях погорело, и перестали гореть. Ну и это дошло до персидского царя, о чем не говорится ни в книгах Ездра, ни в книгах Неемии. И вообще вся эта история, которая здесь рассказана, ее нет нигде, кроме Второй Маковейской. Ну и место, где была эта вода, была огорожена и понималась как священная. Ну и дальше говорится о этом веществе. И здесь автор послания, ну и автор книги, говорит о том, что это место и эта вода стала называться Нефтар. И здесь дается этимология очищенная, но скорее всего это просто по созвучию. Потому что речь идет о веществе, о чем сказано в самом конце 36 стиха и, соответственно, первой главы. Это вещество называлось Нефта. А это понятно, что слово созвучно еще с одним древним словом Нафта и не что иное, как нефть. И действительно, если мы посмотрим на нефть, оно напоминает такую мысленистую воду. И поэтому такую густую, она гуще и плотнее, чем вода. Вот. И скорее всего здесь рассказывается история про нефть, которая действительно может вспыхнуть и может поддерживать горение. Вот. Хорошо. Мы с вами прочитали первую главу второй книги Маковеев, которая рассказывает о событиях, которые происходили в Удее после того, как евреи освободились от власти сирийского царя. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи.